Разрешить вопросы максимально корректно с точки зрения закона, не оставить без внимания каждого, чьи квартиры пострадали во время пожара. Здание доходного дома Челышова загорел в Самаре вечером 22 марта. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Специалисты МЧС эвакуировали 60 человек. Часть из них разместили в пункте временного пребывания. К счастью, обошлось без жертв. По факту возгорания уже идет проверка. Пострадавшим продолжают оказывать всю необходимую помощь. На встрече с жителями, которую глава города Елена Лапушкина провела совместно с представителями профильных департаментов, сотрудниками полиции и МЧС обсудили вопросы проживания в уцелевших квартирах, коммунальных платежах, возможностях переезда в маневренный фонд. Это не первая встреча. Сразу после пожарной территории Ленинского внутриградского района тоже собирали людей, объясняли порядок действия. Сейчас на дом должна зайти компания, которая проведет техническую экспертизу. Попросим максимально короткий срок, потому что от этого очень много зависит. К счастью, сегодня выяснилось, что не все квартиры безвозвратно пострадали. Есть квартиры, в которых возможно жить, но безусловно, после того, как просохнут и как специалисты подключат их к коммуникации. На встрече с главой города жители пострадавшего при пожаре дома заполнили анкеты о составе семьи и написали заявление на выплату материальной помощи. Она будет оказана каждому в зависимости от причиненного квартирам ущерба. Хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича за то, что он, конечно, к этой проблеме подключился и тоже со своей стороны отправились в Самарской области, будет выплачивать пострадавшим материальную помощь. Техническую экспертизу здания проведут на предмет безопасности и исправности всех коммуникаций. Проверят фундамент, кровлю, фасад. Сейчас необходимо выяснить, насколько пострадал дом и является ли он пригодным для дальнейшего проживания. При пожаре сильно повредились кровля и система подачи отопления. Что касается света, газа и холодного водоснабжения, то в некоторых уцелевших квартирах данные коммуникации уже можно подключить. Жителям напоминают, на время всех необходимых проверок дом будет находиться под пристальным контролем сотрудников полиции и МЧС. Заходить в квартиры за ценными вещами в целях безопасности можно только в сопровождении. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.